МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто-то валяется, смотри. Утро 26 февраля, Московское шоссе, дом 35. Наручники вынуждены мера против настоящего буйства неадекватной женщины. Провода все подрывались ногами в сиденье. Что такое-то? Как пояснили инспекторы ДПС, женщина ходилась за рулем вот этого автомобиля. Поведение водителя показалось инспекторам неадекватным. Машину остановили, подошли, представились. От женщины, по словам представителей власти, исходил сильный запах алкоголя. Вставайте. Я отстегну на ручки. Вставай. Вставай, вставай. Поднимай. Женщина явно не понимала, где находится и что происходит. На 30 минут вас не могли с машины вашей вытащить. Даже гражданские люди нам помогали. Вы понимаете это, нет? Держите. Вытирайте руки. Вы уже ничего не помните. Ольга Николаевна, вы много выпили-то сегодня? Я не пила сегодня. Но вы же пьяная. Я не пила сегодня. Убили свою... Вновь оказавшись в патрульном автомобиле, автоледи уже не буянила. Но от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказалась. С места происшествия женщину доставили в московский отдел полиции. В ходе проведения профилактических рейдов в акватории озера Селигер Осташковского района сотрудниками Тверского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен браконьер. 66-летний местный житель на льду в акватории Селигера прорубил лунку и установил рыболовную сеть. Напомним, сеть – запрещенное орудие лова, относящиеся к способу массового истребления рыбы. Во время вылова рыбы браконьер был задержан транспортными полицейскими, которые изъяли снасти и улов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила почти 4 тысячи рублей. Дознанием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело – незаконная добыча водных биологических ресурсов. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова